Привет, друзья! Четверякову завтра жду в гости, обещала прийти с 20 часов. Надеюсь, всё получится. Надеюсь, очень. Теперь я вам хочу сказать, как я рад, что мы вчера так провели бесплатный ликбез для родителей и детей, чтобы не прилипали к своим смартфонам, чтобы развивались. Потому что сколько сейчас информации сыпется и на детей, и на родителей, и родители не всегда успевают отвечать на вопросы детей. А у детей всегда вопросы есть. Вопросы есть, и вот когда у них нету возможности получить ответы на вопросы, они, конечно, естественно, сидят в своих смартфонах. А что там они получают сегодня, неизвестно. А это беспокоит взрослых, конечно. Я вчера показал, а кто не посмотрел, обязательно посмотрите этот ликбез. Я вчера показал, что пока психологи искали, какие слова говорить, то я придумал в своё время, какие действия подбирать. Какие действия подбирать, потому что это проще. Когда человек находится в жутком стрессе, ему трудно слышать психологов, советов, трудно воспринимать это всё. У него стресс. Когда у него стресс, всё из головы вылетает. И даже люди, которые ключ знают, они когда у них стресс забывают, что они же могут вспомнить, вспомнить эти простые действия, которые в своё время подобрали, которые точно к ним подходят, и которые на самом деле на индикаторе напряжения снимают стресс с десяти, наш коллег стресса, который мы называем индикатор напряжения или градусник напряжения, с десяти, где шторм, до штиля, до безмятежности. Забывают. Потому что всё при стрессе из головы вылетает, потому что инстинкт самосохранения, инстинкт выживания выбивает все знания, опыт и понимание. И человек находится в таком состоянии и начинает себя накручивать. Начинает себя накручивать. Да. А у него есть точка опоры. Можем вспомнить, конечно, я рассказывал для новичков, уши размять сразу, уши размять, точечки помассировать. Это опорные точки. Потому что, когда у человека стресс, у него нет опоры, он сталкивается с неизвестностью, а в ситуации неопределенности растерянность. Да. И растерянность, и память вышибает на всё хорошее. Но поэтому точки, уши, носик, это точки опоры, которые помогают сразу наладить кровоток мозга, снять блоки шеи, блоки сознания, выйти на нормальное состояние и опять успокоиться и посмотреть на всё, что тебя волновало. И думаешь, да что я так из-за этого вдруг встревожился. Потому что обрёл баланс теперь. Когда обрёл баланс, всё сразу вспоминается. Поэтому я всегда рассказывал на своих ликбезах и вебинарах о синусоиде. Человек же живое существо. И поэтому бывают и плохие состояния, естественно. Не доспал, там стрессы перенёс, переутомился. Ну, спазмы сосудов могут возникать, а нам надо успокоиться. Поэтому надо, когда вот на этой синусоиде минус какой-то, вспомнить сразу, вы это умеете и сделать это. А там приёмы такие. Я же, когда вот психологи думали о том, как подбирать слова, я придумал, как подбирать действия синхронные и текущему состоянию в момент их применения. И вот на ликбезе, в прошлом, я это рассказывал. Да, посмотрите, это очень важно. Ну, я в двух словах сейчас скажу, чтобы вы поняли, о чём речь, и более заинтересованно посмотрели. Потому что там так важно, и делитесь этим в своих группах, со своими знакомыми, с детьми, со своими. Я там говорил, вот в двух словах скажу, элементы ключ-два. Что это такое? Это когда ты из миллионов различных действий, различных повторяемых движений, будь то плавательные движения, или лыжник, или шалтай-болтай, или волну, когда мы показывали в прошлые разы, когда просто сидишь, качаешься вот так, и переживаешь, и переживаешь, выпускаешь переживания, не стараешься расслабляться, не стараешься думать только о хорошем, потому что в этот момент ты не можешь думать о хорошем, думая о чём думается, ну, на волне автоколебаний, или на волне вот этих повторяемых движений, или скачешь на коне, или гребёшь на лодке, вот перебираешь эти движения по критерию, ваше движение – это то, которое хочется продолжать. Это значит, что напряжение падает. Вот, например, на шкале стресса, на индикаторе напряжения, напряжение падает, и вы выходите из шторма, безмятежность, нулевое состояние. А здесь вы можете помечтать о желаемых переменах в себе и в будущем, то есть каким вы хотите быть и как вы хотите реагировать на все стрессы. Помечтать. Идеал свой построите. Каким вы хотите быть? Сильным, здоровым, крепким, выносливым, гибким, изобретательным, что как только наступит какой-то стресс, вы мгновенно вспомните. Вспомните. Чем больше стресса, тем больше сил. Стресс – это ваш помощник. Научись использовать стресс, как стресс-трамплин, для решения вопросов, которые тебе казались нерешаемыми. Да, вспомни ту задачу, над которой ты бился, тот вопрос, который хотел решить, и у тебя не получалось. И вот когда у тебя стресс, ты вспомни эту задачу. И энергия, напряжение пойдет в этом направлении, как в Айкидо. И ты потом легко решишь эту задачу, а раньше не мог. Вот же, что важно, подобрать себе действия. И так повторяю еще раз формулу. Из миллиона различных повторяемых движений, будь то крутить холохок, обруч, будь то плавать на лодке, будь то грести, будь то там шалтай-болтай, или хлест, ты по полминутки перебирай эти все движения, как примеряешь ботинки в магазине. По размеру себе находишь. То есть те повторяемые движения, которые ты хочешь продолжать, а те, которые не хочешь продолжать, выкидывай. И вот когда ты перебираешь движения по принципу, подбирай то, что подходит, а то, что не подходит, отбрасываешь, сам процесс этого перебора развивает творческое, изобретательское мышление. И ты потом все другие вопросы решаешь гораздо лучше. Вот такие друзья. Посмотрите, посмотрите там этот вчерашний ликбез. И еще посмотрите там несколько роликов очень важных. Посмотрите, пожалуйста. Очень важных. Потому что только вместе мы сила и защиту поставим вот этому всему безобразию. А теперь придут нам еще новые люди. Интересные. Поделятся своими впечатлениями, соображениями, идеями, предложениями. И мы все вместе поможем себе и всему человечеству. Именно поэтому работает наша школа. Человек будущего. Homo Futurus. До встречи, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...